МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. Осенняя погода – это не повод грустить. В нашем городе происходит множество интересных и ярких событий, которые не дадут вам скучать. Об этих событиях мы расскажем в нашей программе. С окончанием лета завершился и проект «Отдыхай дома», который включил в себя множество интересных, ярких праздников. Последним в их череде стал молочный фестиваль, который прошел на Рязанской земле уже в третий раз. Приветственный стакан молока, симпатичные буренки и огромное количество натуральной и свежей молочной продукции. Все это фестиваль «Заокой по суцико». Впервые он прошел три года назад в селе Заокское. В этом году фестиваль решили перенести в дубки, что по достоинству оценили и гости, и участники. Кому-то праздник, проведенный в окружении дубов, больше понравился с эстетической точки зрения, а некоторым, например, хозяйке коровы Зорьки с практической. Дело в том, что сюда было проще привезти свою кормилицу для участия в традиционном для этого фестиваля конкурсе красоты среди буренок. Зовут ее Зори. Ей 10 лет. Вырастила я ее сама. Коровка у нас очень хорошая. Молочка нормально дает. Молоко у нее жирное. У меня практически полдеревни берут молочко. Уже не одно поколение выросло на моем молочке. Именно вот от этой коровки Зори. В связи с годом кино организаторы попросили нарядить коров в известных киноперсонажей. Однако участники уж как смогли украсили своих буренок. А зрители сами придумывали, на кого же похожа та или иная участница. Морхоженька, тушенька и ее мама. Правильно? Наверное, сказал хозяйка. Не случайно коровы на этом празднике в центре внимания. Рязанская земля издавна славится молочной продукцией. На сегодняшний день наша область производит более 300 тысяч тонн молока в год. Оценить качество производимой продукции можно было на фестивале. Сюда приехали как представители молочных комбинатов, так и личных подсобных хозяйств. Они угощали гостей фестиваля молоком, кефиром, сметаной, творогом и другими качественными и натуральными молочными продуктами. Да и с коровы. Греется молоко. Хочешь, ты, если пожирнее, снимается сливочка, да? Вот все, сливка сепарируется на сметанку, на сливочке. А творожок стоит в теплом месте у нас, ну, часов шесть. Все, откидываем в корзиночки красивые. Вот такие формочки получаются. Также на фестивале была представлена продукция из козьего молока. Так фермер из села Поляны угощал гостей праздника различными сортами козьего сыра. Выдержанные мягкие с оливками, миндалем, прованскими травами, он пользовался огромным успехом на фестивале. Во-первых, козы содержатся в чистоте, значит, едят одну и ту же самую пищу, значит, микродобавки, все, как положено. Доится в чистоте, все. Излишнее молоко, которое не продано, я делаю сыры. Прошел мастер-классы французских сыров, эстонских сыров. Уже шесть лет занимаюсь профессионально сырами. Ну, это мое хобби. В последнее время подобные гастрономические фестивали набирают все большую популярность, ведь на них можно не только весело провести время, но еще и приобрести по-настоящему качественную продукцию, произведенную на Рязанской земле. Так что организаторы не сомневаются, в будущем молочный фестиваль будет привлекать туристов со всей страны. Я считаю, что перспективы замечательные, потому как молочный отрасль в регионе развивается, развивается большими шагами. У нас большое количество коллективных фермерских хозяйств. И, конечно, у нас сегодня работают очень крупные молочные предприятия. Есть большие перспективы в этом. Ну, а потом большая часть населения нашего региона сельская, и они или помнят, как это содержать коровку, или сегодня в деревнях имеют бабушек, которые с удовольствием продолжают эту непростую работу по ухаживанию за коровкой, кормилицей. И это то, что осталось с детства, поэтому это всегда будет привлекать людей. Благодаря грамотно организованным площадкам на фестивале было весело и интересно как детям, так и взрослым. Жаль, что этот праздник стал последним в череде событий проекта «Отдыхай дома». Но год пролетит незаметно, и с наступлением весны мы вновь отправимся на фестивали Рязанской области. Исторические, патриотические и, конечно же, гастрономические. Театральный сезон Театральный сезон открылся далеко не во всех рязанских театрах, но, несмотря на это, работа в них буквально кипит. Так, например, на днях в Рязанском театре драмы прошла творческая лаборатория. В ходе ее работы молодые режиссеры представили эскизы двух спектаклей, но оценивали их работу критики из Москвы и Санкт-Петербурга. Молодые режиссеры детям, подросткам и молодежи. Именно такое название получила творческая лаборатория на днях, прошедшая в Рязанском театре драмы. Для коллектива театра подобный формат работы является новым и непривычным, но, с точки зрения директора, Семена Гречко, невероятно полезным. Я думаю, что для нас это очень интересный новый опыт. Мы подали заявку на конкурс, на грант, который проводился с Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Нам повезло, мы выиграли. Выиграли из 200 заявок, только всего 20 заявок было одобрено, и вот одна из них была наша. Три режиссера, три спектакля. К сожалению, так получилось, что один из режиссеров в процессе, по семейным обстоятельствам не смог принять участие, не смог довести до конца, скажем, свою работу. Два остальных режиссера сделали очень, на мой взгляд, неплохие работы, очень интересные. И посмотрим, конечно, что скажут критики жюри. Я думаю, что обе работы было бы интересно оставить у нас в театре. Молодым режиссерам для постановки эскизов спектаклей было дано всего лишь шесть рабочих дней. Однако за столь короткое время один из участников творческой лаборатории, Дамир Бахтиев, по сути, поставил полноценный часовой спектакль. Во всяком случае, таково мнение критиков. Исходя из того, что обстоятельства были очень непростые, мне кажется, что актеры большие молодцы, что они все-таки собрались и представили, как мне показалось, даже не эскиз спектакля, о котором шла речь, а полноценная абсолютно постановка. И, судя по реакции детей, наверное, она останется в репертуаре театра. Дамиру Бахтиеву театр предложил поставить эскиз спектакля по повести «Астрид Линкран. Приключения Эмиля из Лёнинберге». Это история о безумно озорном, но очень добром мальчике и его семье, которая была сыграна на сцене под музыку группы «Абба». Мы нигде не раскрашиваем это, для красоты не включаем. Все очень уместно, очень по работе, все в классических обработках. Музыка прекрасная. Многие дети, может быть, этого не знают. И здесь знакомятся с этим. Сейчас много музыки не мелодической, без мелодии. Здесь музыка с мелодией, скрипки, арф. Конечно, во время показа Дамир Бахтиев безумно переживал. Но в виде реакции детей на проделки и шутки главного героя, слыша их смех, он и сам начинал улыбаться, потому что понимал, главная цель достигнута. Ну а по окончании показа в обсуждении постановки самое активное участие приняли главные зрители – дети. Сказка понравилась, потому что это было очень интересно, очень веселое и красивое. После обсуждения ребята выстроились в очередь, чтобы пожать руку режиссеру. Они явно остались довольны веселым спектаклем. Ну а сам Дамир в интервью скромно отметил. Мне кажется, что наш спектакль сегодня состоялся. Несмотря на, конечно, нехватку времени, но это такой вызов творческий – поставить за шесть дней прям спектакль от начала до конца, с танцами, с номерами, с трюками, с шестью артистами разного возраста и разной мобильности. Это вызов. Мне кажется, что мы, скажем, такое крещение залом прошли, скажу скромно, весьма успешно. Будет ли этот спектакль дорабатываться и войдет ли он в репертуар театра, решать, конечно же, жюри и руководству. Но наверняка эту постановку с удовольствием смотрели бы и дети, и подростки, и даже взрослые. А тем временем в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества открылась красочная выставка, подготовленная клубом «Волшебный лоскуток». Клуб «Волшебный лоскуток» был создан около 20 лет назад. Он объединил рязанских мастерист, которые увлекаются таким древним видом декоративно-прикладного искусства, как лоскутное шитье. Исток можно не найти. Практически каждая страна, каждая женщина всю жизнь занимается лоскутным шитьем. Чем она увлекательна? Она тем, что из маленького скупка мы создаем шедевры, можно сказать. Потому что, когда мы начинаем шитье, мы иногда не знаем, что получится. То есть эскиз у нас вроде как есть, но что-то по тону не подошло, что-то еще не подошло. Хотя у нас закрома, как говорится, полная лоскуток, особенно кто-то долго занимается. Тем не менее, что-то по тону не хватает, мы едем в магазин и подбираем то, что нам нужно. На этой выставке, открывшейся в научно-методическом центре народного творчества, представлена работа рязанских лоскутниц. Здесь изящные сумки и кошельки, яркие одеяла и подушки, и, конечно же, удивительное панно. Вообще, мастерицы утверждают, что с помощью этой техники можно создать все, что угодно. Хотя лоскутное шитье – это не единственное, чем увлекаются в клубе волшебный лоскуток. На выставке члены клуба представили коллекцию народных костюмов рязанских губерний. Костюм в основном состоят из рубахи, это так называемый навершник, фартуки, юбка – это панёва и очелья. Очелья тоже бывают разные, эти очели в виде сороки. Мастерицы не только создают свои удивительные работы, но ещё и принимают активное участие в различных выставках и фестивалях. Так, коллектив клуба является дважды лауреатом Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России», а также участниками конкурсов Москвы, Иваново-Балашихи и городов Рязанской области. Рязанской области Вы не хотели бы принять участие в небольшой викторине. Вот за неё полагается маленький подарок. Нужно ответить на один простой вопрос. Давайте попробуем. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, кто такой Евпатий Коловрат и какой подвиг он совершил? Я могу только догадываться. Наверное, он какой-то освободитель русской земли. Я не знаю. Сейчас какое-нибудь бредно говорю. Ну, точно ответить не можете. То есть, в какое время, что именно он такого легендарного совершил, что его прославило? Ну, это, наверное, 18-19-18 век. К сожалению, нет. Неправильно. Кто такой Евпатий Коловрат и какой подвиг его прославил? Евпатий Коловрат – это рязанский богатырь. Его подвиг прославил то, что он защитил Рязань от нашествия тотально-монгольского ига. Ну, если я не ошибаюсь. В общем-то, да. Когда Рязань разорили, он туда вернулся. Оказалось, что всех убили, собрал дружину. И что с ним случилось-то? Он выжил в итоге? Насколько я знаю, что нет. В общем и целом, вы правильно ответили. Поэтому вы получаете от компании «Видикон» вот такой сертификат. Мы вас поздравляем. Спасибо, что знаете нашу историю. Ну что ж, с первым вопросом все справились достаточно легко. Переходим к вопросу следующему. А вы не хотели бы попробовать выиграть сертификатное бесплатное подключение к интернету? Нет. Вам не нужно? Ну, представляете, ответьте на один легкий вопрос, и у вас будет такой сертификат. Кому-нибудь подарите, в конце концов. Давайте попробуем все-таки. Давайте. Вопрос очень простой. С вашей точки зрения, вот Рязань всегда называлась Рязанью, или было у нее какое-то другое название? Было. Если да, то такое. Переславль Рязанский. А вы можете сказать хотя бы примерно, когда Переславль Рязанский был переименован в Рязань? Не знаю, в тысяча... Не-не-не, мне год не нужен, но хотя бы век. 19-й? 19-й, наверное, да. 18-й, 19-й, наверное. Вы угадали, мы вручаем вам сертификат. Если вам не нужен, можете передать кому-нибудь из друзей. Спасибо большое, что знаете историю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас напугали, извините. Интересно говоря. Я не готова давать интервью, но правда не. Вот так вот сразу. Мы разыгрываем сертификат на бесплатное подключение к интернету. Если вы ответите правильно на один очень легкий вопрос, то вы его получите. Давайте попробуем хотя бы. А с вашей точки зрения, почему рязанцев называли косопузами? Рязанцы раньше носили за пазухой топор, и поэтому они... Немножко походка была перекособочена, и вот в связи с этим их называли косопузами. Вы абсолютно правы, и вы получаете сертификат от компании «Видикон». Спасибо. Спасибо, что знаете историю. Спасибо. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова